Иоанн В сегодняшнем евангельском повествовании Господь наш Иисус Христос, говоря с духовными руководителями иудейского народа, парисеями и книжниками, приводит их внимание притчу о детях. В этой притче одна группа детей обращается к другой. «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали». Какой сокровенный смысл влагает в эти слова Христос Спаситель? Святитель Иоанн Златоус, размышляя над приведенными словами, пишет «Господь наш и его предтеча, Иоанн, в своем служении ради спасения иудеев подобны охотникам, которые загоняют свою добычу с разных сторон. Так Иоанн пришел к иудеям в суровости, с требованием покаяния и поста. Господь же приходит с любовью и приносит радостную весть о том, что Царство Божие уже открылось. Но иудеям не нравится ни тот, ни другой подход. Они, словно дети, показывают свои капризы, и по этой причине Царство Божие уходит от них. Не принимая ни действий Иоанна Крестителя, ни действий Господа Иисуса Христа, иудеи пытаются найти себе некое оправдание. И в таком случае, по слову Евангелия, оправдывается премудрость чадом ее. Что означают эти слова? Блаженный Феофилат болгарски замечает, отвергая Христа Божию премудрость и пытаясь на Его место поставить свою собственную мудрость, парисеи тем самым лишаются всякого оправдания и теряют надежду на спасение. По словам блаженного Феофилакта, Господь как бы говорит иудеям, так как жизнь Иоанна и моя не нравится вам, но вы отвергаете все пути ко спасению, то я, премудрость, оказываюсь правым. У вас нет уже оправдания, и вы, конечно, будете осуждены, ибо я все исполнил, и вы, неверием своим, доказываете, что я прав, так как не опустил ничего. Это значит, что никакое человеческое познание не способно сравниться с высшим познанием, божественной премудростью, которая посылается лишь тем, кто не просто слушает Бога, но слышит Его. Чадо мудрости — это те мудрые люди, которые правильно понимают предметы и события. Истинная божественная мудрость — это та, которая явилась в Иоанне, его действиях, и особенно в самом Иисусе Христе, как самой воплотившейся премудрости Божией и в его действиях. Оправдалась такая премудрость, то есть познали ее как истинную премудрость, только ее чадо. Те, которые ищут ее, любят и стремятся к ней. Оправдалась же эта мудрость тем, что такие люди не увлеклись неправильным мнением об Иисусе Христе и Иоанне, какой имели вообще иудеи, а узнали в них Мессию и его предтечу. Господь Иоанн говорит о себе «Я путь и истина и жизнь». Иного пути, иной истины и иной жизни просто не существует. Если мы хотим стать участниками божественной жизни, жизни Христовой, мы должны встать на его путь. Помню об этом, мы должны стараться всегда находиться в орбите учения Христа, ведь только его всесильное слово способно спасти нас от греха и смерти и соделать причастниками к жизни вечной. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok